Уникальные преимущества ресурсов льда и снега – отличные туристические объекты. В настоящее время Хэлунзян продолжает улучшать качество услуг, расширять проекты летового и снежного туризма и стремиться к новому началу в новом году. На 35-й выставке снежных скульптур на острове Солнце в Харбине специально созданный снежный замок «Лиджанэ китайский самовар» стал популярным местом для туристов. Туристы могут пребываться изысканными снежными скульптурами на открытом воздухе, а потом зайти в помещение, чтобы отведать горячий китайский самовар и ощутить атмосферу льда и огня. Я также впервые в жизни попробовала горячий китайский самовар на морозе. Неповторимые ощущения. Когда двое маленьких детей увидели снег, они сразу просились играть и сказали мне, «Мама, мы приедем сюда завтра, хорошо? Давай останемся здесь». Я хотела приехать в Харбин много лет назад, хотя было холодно, но в таком теплом доме уютно. В большой мир едой снега Харбина из Аданевна приезжают десятки-десять туристов. В парке впервые был открыт ракерий на колесах, лед и снег привез трейлер, и одно в Амадаре быстро привыкла туристов. Удивительно, что я действительно живу в ракере на колесах. Если рано встать на среду сидений, то можно увидеть восход солнца и ретяные скульптуры без разноцветного освещения. Для того, чтобы согнувать время на экскурсии, в парке переразработана система бронирования и размещены QR-годы бронирования в 500 видных местах парка. На единственной в Китае новой площадке тряп-трюков. На ледовых автомобилях, созданной в этом году, рев Мадора, ожесточенные погони и приключенческие сцены доставили зрителям большое удовольствие. Мы привлек рев машины, и мы никогда не испытывали подобную езду на ряду. Только что я был в машине, я очень рад и взволнован. Во снежном сире в Китай красные фонари и берег репные домики смотрят друг на друга. Звук кунков и парабанов громкий. Туристы танцуют в команде Янг, исполняющей самобытный северо-восточный данис. В связи с такими проблемами, как холодная погода и трудности с запуском автобирей, многочисленные департаменты провинции объединились, чтобы организовать круглосуточное дежурство на входах и выходах, а также предоставить бесплатные автомобили и другие устроги. Во время праздника весны провинция приняла более 11 миллионов туристов, что составило около 92% по сравнению с энергичным периодом 2019 года. Отходы от туризма составили около 12 миллиардов юаней.